Здравствуйте! Вы смотрите международный выпуск новостей в студии Юлия Нацаканова. О главных событиях этой пятницы расскажем прямо сейчас. Тюрьма будущего. На острове Сулуменлина рядом с Хельсинки имеется открытая тюрьма. Нейзаключенных готовят к окончательному выходу на волю. Тревога за детей в сирийском лагере 70 тысяч человек находятся в постоянной опасности. Квадратные метры за счет государства. Владимир Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета. Правительство Финляндии утверждает, что смягчение режима в пенитенциарных учреждениях помогло сократить их население до самого низкого уровня в Европе. На 100 тысяч финских граждан приходится 103 узника, так как в среднем по ЕС 318. В подобных колониях-поселениях отбывают наказание 30% всех финских заключенных. Это считается объективной профилактикой и радикализацией экономии казенных средств. Один день содержания в обычной тюрьме обходится государству в 213 евро, а в открытой всего 149 евро. В открытых тюрьмах осужденные постоянно занимаются чем-то полезным. Убирают камеры, вернее комнаты, готовят еду, а значит берут на себя часть работы. За каждым ведется электронное наблюдение. Такие альтернативным тюрьмам с решетками рассматривают на встречу в Хельсинки министров юстиции Евросоюза. Другая тема дискуссии – качество и независимость судебной системы. Тревожная ситуация сформировалась на северо-востоке в Сирии. Там расположен лагерь беженцев «Аль-Холь». Здесь живут свыше 70 тысяч человек. На глазах многих из них разрывались бомбы, рушились здания, гибли люди. Здесь они нашли спасение от войны, боевиков и террористов, но не обрели покой. Ситуация в переполненном лагере крайне напряженная. Вспышки насилия регулярно наблюдаются, говорят сотрудники гуманитарных организаций. 90% обитателей – женщины и дети. За будущее последних особенно обеспокоены в ООН. Ситуация далеко не мирная. Два дня назад на территории были замечены флаги исламского государства. Организация призывает международное сообщество не оставаться безучастными к их судьбам. Дети растут в условиях, при которых споры разрешаются применением насилия. Помочь им узнавать о том, что есть, и другие механизмы может образование. Его получают 3000 несовершеннолетних жителей лагеря. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть еще одну меру поддержки граждан – однократную субсидию на выплату первоначального взноса или компенсацию процентной ставки по ипотеке. Ранее глава государства также поручил правительству обеспечить семьи с низкими доходами квартирами без их передачи в собственность. До 10 октября 2019 года правительство должно разработать дополнительные механизмы для этого. Нацпроект «Жилье и городская среда» предполагает увеличить к 2024 году объемы строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. Улучшить условия жизни 5 миллионам семей. Кроме того, планируется снизить среднюю ипотечную ставку до 8%, повысить качество и комфортность городской среды. До конца 2024 года на этот нацпроект выделяют около триллиона рублей, причем почти 90% из них из федерального бюджета. Сложно представить, но 100 лет назад речные бобры в России были на грани вымирания. Причина браконьерства – популяцию удалось сохранить благодаря стараниям Воронежского заповедника. Сегодня в России обитает 700 тысяч бобров. Увидеть этих животных в дикой природе довольно сложно. Бобры – ночные звери – половину времени проводят в воде. Но в двухэтажном аквариуме заповедника наблюдать за ними можно и днем, и ночью. Бобер – самый крупный грызун Европы, достигает в длину около метра. Пары образуют на всю жизнь. Кроме бобров в Воронежском заповеднике обитают более 200 видов птиц и 60 видов животных, в том числе лисы, волки, кабаны и олени. Социальная сеть Instagram стала скрывать количество лайков в некоторых странах. Продолжается тестирование нововведения. Несколько месяцев назад разработчики начали тестировать новую настройку, которая позволяет только автору поста видеть количество лайков. Сначала новая функция была доступна только в Канаде. Теперь список стран расширяется. Функция доступна для пользователей соцсетей в Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии. В Instagram пояснили, что такая функция позволит подписчикам сосредоточиться на размещенных фотографиях и видео, а не на подсчете лайков. Ранее в соцсети начали тестировать функцию, которая позволяет скрывать комментарии. Они будут видны только отправителю. Кроме того, началось тестирование возможности ограничивать оскорбительные комментарии. В Польше разразился скандал на государственном уровне после того, как руководство IKEA уволило сотрудника за цитату из Ветхого Завета. Осуждающие гомосексуальные отношения сообщает портал Invictory. Сотрудник одного из польских филиалов IKEA, Томаш, разместил на внутреннем портале компании цитату из Библии. Обращение Томаша к другим работникам IKEA было ответом на призыв принять активное участие в праздновании Международного дня борьбы с гомофобией, бифофобией и трансофобией, размещенных на этом же портале ранее. Руководство уволило сотрудника, однако случившееся стало достоянием общественности, которая отреагировала на произошедшее крайне резко. Депутаты правящей партии «Право и справедливость» призвали население объявить бойкот продукции IKEA. Консервативные СМИ заявили, что компания подвергает цензуре Библию, а также пропагандирует экстремизм и религиозную нетерпимость. Государственная прокуратура поручила приступить к расследованию так называемого «дела IKEA». В недавно опубликованном докладе Pew Research Center сообщается, что в мире становится больше юридических ограничений разного рода дискриминаций, репрессий в отношении религиозных сообществ и отдельных представителей этих сообществ, передает Седмица. При этом авторы доклада особенно подчеркивают, что число ограничений, налагаемых на религию, насилие и преследований в отношении практикующих верующих с 2007 года стремительно возросло как в авторитарных странах, так и в странах либеральной демократии, в частности, в тех же западной и центральных частях Европы. Согласно отчету, 52 правительства, включая Китай, Индонезию и Россию, устанавливают высокий или очень высокий уровень ограничений на религию по сравнению с 2007 годом, когда в список таких стран входило только 40 государств. Странами с самым низким уровнем религиозных ограничений остаются Южная Африка, Япония, Филиппины, Бразилия и Южная Корея. С 2007 года наибольший всплеск враждебности и давления в отношении религиозных меньшинств произошел в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Монахи Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в Самарской области выпустили «Волгу», «Мальков», «Краснокнижный стерли», пишет «Правмир» со ссылкой на пресс-службу Самарской епархии. В этом выпуске «Мальков» приняли участие митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и глава региона Дмитрий Азаров. На пристани организовали безопасную для «Мальков» систему выпуска по желобу. Всего в этот раз выпустили в реку 56 тысяч рыбок. «Мальков» стерлиди разводят в рыбоведческом хозяйстве у монастыря с 2014 года. За это время монахи выпустили в «Волгу» более 1 миллиона особей. Стерлид называют санитаром реки. Экологи и власти ожидают, что разведение этой рыбы будет способствовать оздоровлению «Волги». Это были все новости к этому часу. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте. Его адрес – www.tbndefistv.com. Я же прощаюсь с вами. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова